Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И в начале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. ЧП не городского масштаба. Крупное возгорание произошло на полосе отчуждения за территорией Заречного со стороны Леонидовки. Огонь охватил значительную площадь и в районе 58-го квартала. Огонь открытым пламенем на площади около 200 квадратных метров подходил уже к границе города Заречный. Создателям ядерного щита страны посвящается. В день работника атомной промышленности в Заречном открылась аллея славы, посвященная 70-летию атомной отрасли. Одна из задачей этой выставки – отдать дань памяти и уважения тем людям, которые стояли и у истоков атомной отрасли, и были первостроителями города-завода. Под цирковым шатром 2015 в Заречном завершился Всероссийский фестиваль-конкурс циркового искусства. Конкурс есть конкурс, но нет побежденных, потому что то волшебное цирковое искусство, которым вы занимаетесь, это приносит радость и вам, и вашим родителям, и окружающим. И теперь об этих и других новостях подробнее. 28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности. В преддверии 70-летия атомной отрасли президент Владимир Путин побеседовал с главой Росатому Сергеем Кириенко и поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником. Сергей Владимирович, мы в преддверии 70-летия создания атомной отрасли России. За это время сделано было очень много и для развития экономики страны, для энергетики, но и для обеспечения обороноспособности. Известный стратегический приоритет в мире был достигнут исключительно и в значительной степени, так скажем, благодаря двума отраслям – ракетно-космической и, безусловно, атомной. Генеральный директор госкорпорации доложил президенту о достижениях и планах Росатома. Сергей Кириенко заверил главу государства, что российские атомщики выполняют гособоронзаказ на 100% и точно в срок. Портфель российских заказов на строительство АЭС за рубежом оценивается в 300 миллиардов долларов. Это больше, чем у всех других стран, доложил президент Владимир Путин и Сергей Кириенко. Также глава Росатома сообщил, что завод по производству уран-плутониевого топлива в Сибири выходит на промышленную мощность. Так что юбилей российские атомщики встречают достойно. Советский Союз не был первой страной, которая создала бомбу, но был первой страной, которая разработала все гражданское применение атомной энергетики. И первый ледокол, и первая атомная станция, и первое применение в медицине. Но вот стараемся не посрамить то, что создали основатели отрасли. За последнее время сделано много, за последние лет 10, наверное, особенно заметный был рывок, скачок, можно сказать. Я хочу поздравить и вас, и всех, кто в отрасли работает с приближающимися праздниками. Спасибо. А в Заречном открылась фотоаллея, посвященная 70-летию атомной отрасли. Экспозиция разместилась на улице Ленина от бывшего кинотеатра «Россия» до торгового центра «Универмаг». На стендах – история отечественного атомного проекта и производственного объединения «Старт», уникальные фотографии и биографические данные выдающихся деятелей атомной промышленности. С вернисажа репортаж Дмитрия Балясникова. История развития атомной отрасли Заречного в фотографиях. В городе открылась фотоаллея, посвященная 70-летию создания атомной отрасли. Материалы для экспозиции подготовили сотрудники музейно-выставочного центра Заречного. Одна из задач этой выставки – отдать дань памяти и уважения тем людям, которые стояли и у истоков атомной отрасли, и были первостроителями города-завода, ну и тем, кто по результатам своего честного и добросовестного труда заслужил высокие государственные награды. Вот им посвящены отдельные стенды этой экспозиции. Эта отрасль дала рождение нашему городу. Поэтому я вот с большим удовольствием здесь присутствую, смотрю на детишек, которые сейчас будут получать очередные какие-то знания о нашем городе, и радуюсь, потому что это наше будущее. И то, что они пройдут, посмотрят, каким было на прошлое нашего города, здесь оно изложено. На открытии фотоаллеи были приглашены учащиеся школы номер 226. Их познакомили с историей градообразующего предприятия, с руководителями завода и выдающимися деятелями атомной промышленности. Рассказали о создании атомного оружия и строительстве первых атомных электростанций. Атомный реактор, да, и здесь видится вот этот как раз ураново-графитовый стержень, здесь находится вот это радиоактивное вещество, которое при распайзе и дает электроэнергии. Школьники с интересом слушали экскурсовода и узнали много нового. Я узнал новых геройов Советского Союза. Я узнал, что атомная промышленность была очень опасна, еще есть царь-бомб. Если мы бы две таких взорвали, то на нашем планете расколозлено две части. Еще я узнал, что в нашем городе жили очень много героев, которые их изобрели. А интересна ли для тебя эта тема атомной отрасли? Для меня это интересно, и я хочу узнать еще больше об этом. С историей атомной отрасли Заречного теперь могут познакомиться все горожане. Экспозиция размещена на стендах, установленных вдоль пешеходной дороги от кинотеатра «Россия» до «Универмага». Дмитрий Балясников, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». В эти минуты во Дворце культуры «Современник» проходит торжественный вечер, посвященный Дню работника атомной промышленности. Репортаж с места события смотрите в следующих выпусках новостей. А несколькими часами раньше на производственном объединении «Старт» состоялось награждение ветеранов завода и праздничный концерт к Дню работников атомпрома. Рассказывает Светлана Теплухина. Это прежде всего их праздник, тех, чья судьба однажды и навсегда оказалась связана с производственным объединением «Старт» и атомной отраслью. «Это вся моя жизнь. С 1952 года я работаю в Министерстве атомной промышленности. 63 года я практически связан с этой отраслью». Совсем молодыми они приходили на строящиеся заводы, чтобы создавать новую отрасль промышленности. Не жалели сил, не считались со временем ради обеспечения безопасности страны. Как началось, не поднимая головы. Заказ за заказом рисуем, делаем, выбрасываем, новые делаем и так далее. И самое яркое, конечно, вся жизнь яркая. Прямо скажу. Каждый день, каждый год что-то новое. Все делалось для людей, для скрепления коллектива, для создания нормальных, отличных условий. Жизнь в наших городах всегда была на высоком уровне. День атомщика в этом году – особенно торжественная дата. Атомной отрасли исполнилось 70 лет. Ветеранов производственного объединения «Старт» честовали 28 сентября на родном заводе. Для них – поздравления, благодарности и цветы. Им – выступления лучших творческих коллективов. Все, что в жизни есть у меня. Все, чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой. Связано, связано только с тобой. Светлана Теплухина, Владимир Полищук. Телерадиокомпания «Заречный». В годовщину дня работника атомной промышленности в центре внимания на канале «Заречный» – отечественная атомная отрасль и вклад в ее создание и развитие производственного объединения «Старт». В 20 часов на нашем канале смотрите специальный выпуск передачи в центре внимания. Гость программы – ветеран атомной энергетики и промышленности. Почетный гражданин «Заречного» Юрий Денисов. В канун профессионального праздника работников атомной промышленности в «Заречном» завершились посвященные этому дню атомные состязания. В течение недели зареченские школьники состязались на спортивных, игровых, интеллектуальных площадках. Каждый вид соревнований был связан со знаковыми вехами в истории отечественного атомного проекта или именами его создателей. Чем закончились состязания, знает Дмитрий Балясников. В течение пяти дней 80 школьников из восьми общеобразовательных учреждений города боролись за победу в атомных состязаниях, посвященных 70-летию создания атомной отрасли. 26 сентября в актовом зале школы номер 221 прошло торжественное закрытие. Закрытие у нас нетрадиционное будет. Это будет большой финальный тренинг. Такой же тренинг, как и было в каждом из испытаний. Особенно, кто помнит вчера, это было достаточно напряженно, потому что игра была эмоциональная. И что уж говорить, если техника не выдерживает, но надо отдать нам должное, мы с вами выдержали. Атомные состязания в нашем городе проходили впервые. К ним тщательно готовились организаторы. Продумывали, какие конкурсы включить, чтобы дети с интересом их выполняли и в то же время учились чему-то новому. Мероприятия прошли замечательно. Я думаю, что и командам, и организаторам все очень понравилось, потому что и те, и другие достигли своей цели. Команды, которые здесь участвовали, это команды сложного возраста, подросткового возраста. И то, что они работали сообща, выполняли задания как индивидуальные, так и командные, это здорово. В течение пяти дней школьники выполняли разнообразные задания. Все ребята остались довольны тем, что смогли проявить себя как в спортивных испытаниях, так и в интеллектуальных конкурсах. Какую бы ты оценку поставил своей команде в этих состязаниях? Я поставил, конечно же, пять, потому что мы выкладывались по полной. На максимум делали все, что сдавали задания. Ну, атомные состязания сплотили вашу команду как-то? Вы стали больше общаться? Да, намного лучше мы стали общаться с друг другом, то есть мы стали прям настоящей командой. По итогам всех соревнований победителями атомных состязаний стали ученики школы номер 222. Второе место завоевала первая команда 221-й школы. И третье место поделили между собой ученики 221-й и лицей номер 230. Дмитрий Балясников, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Прошлые и настоящие жемчужины атомной отрасли производственного объединения «Старт» сегодня на нашем канале. Смотрите специальный выпуск программы «Мой старт». Одни из главных героев передачи – молодые заводчане. Те, кому хранить традиции ветеранов и развивать предприятие. Чтобы они понимали, что сила традиций, качественного труда, выполнение заказов в срок и, вот говорят на шаг впереди, действительно, инновационность, как она была присуща нашим дедам и отцам, так и они должны оставить ее и после нас. День дублера на производственном объединении «Старт», добрый концерт в рамках благотворительного марафона, участие зареченского городообразующего предприятия в выставке «Цепна реакции успеха». Все это в очередном выпуске программы «Мой старт» сегодня в 22 часа 30 минут на канале «Заречный». И другим новостям. В «Заречном» будет изменена концепция летней оздоровительной кампании детей. Такое решение принял глава городской администрации Вячеслав Гладков. Итоги прошедшего летнего отдыха и планы на следующий год мэр обсудил с руководством департамента образования. С подробностями Елена Степкина. В следующем году в детских оздоровительных лагерях должны отдохнуть все ученики городских школ. Такую задачу поставил мэр «Заречного» Вячеслав Гладков перед специалистами департамента образования. «В этом году у нас отдохнуло 3925 детей. На следующий год мы планируем, что на тысячу детей увеличение охвата детским, то есть летним отдохом. Большие планы, поэтому нам нужно просто сейчас свести это все в стоимость для того, чтобы успеть в рамках формирования бюджета на 2016 год. Это большая работа. Департамент должен в октябре эту информацию представить». В этом году школьники оздоравливались в городских лагерях. Они были организованы на базе школ и городского санатория-профилактория и загородном «Звездочки». Кроме того, зареченские учащиеся могли отдохнуть в палаточном лагере и санатории на берегу Черного моря. Предполагается, что в следующем году все эти лагеря будут работать. Сейчас решается вопрос с порядком оформления заявлений на получение путевок. Цель – избавиться от очередей. «Сейчас вносятся изменения в регламент учреждения, бывший дом пионеров. Заключается соглашение с МФЦ по разработке отдельного регламента принятия заявлений». Еще одно новшество, которое будет введено в 2016 году – авансовый платеж при оформлении путевки. Эта мера необходима для того, чтобы специалисты могли контролировать наполняемость смен. Нередки случаи, когда родители оформляли все документы, но путевку потом не выкупали, так как менялись планы на лето, а подача заявления ни к чему не обязывает. Направить другого ребенка в лагерь специалисты уже не успевали. Авансовый платеж позволит гарантированно получить путевку в долг всем желающим. А тем, кто сомневается, сможет ли отправить ребенка в лагерь в конкретный месяц, специалисты будут предлагать оставшиеся свободные места. «Авансы, они небольшие, они в рамках родительской платы, то есть аванс от стоимости родительской платы. Ну, на уровне 100-200 рублей, да, мне кажется, это небольшая сумма денег, которая не должна нанести какой-то дискомфорт бюджету семье». Еще один вопрос, на который мэр Заречного рекомендовал обратить внимание – организация питания детей в городских и загородных лагерях. Специалистам Департамента образования предстоит пересмотреть процесс организации закупок, расчета стоимости питания и контроля за приготовлением пищи. Новый порядок будет представлен и руководству города, и родителям. Елена Степкина, Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». И о происшествиях. Крупный пожар произошел в выходные. Огонь со стороны полосы отчуждения железной дороги в районе станции Леонидовка угрожал и Заречному. Повторилась ситуация огненного лета 2010 года и майских пожаров 2015-го. С места происшествия репортаж Ксении Тризной. Последние сентябрьские выходные в Заречном оказались жаркими, и не только из-за погодных условий. Около двух часов на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в районе 58-го квартала. Сухая трава и лес за территорией города горели уже несколько дней. Пензенский и Зареченский пожарные боролись с огнем на полосе отчуждения со стороны Леонидовки. Очаги возгорания возникали на территории в несколько гектаров. В воскресенье верховой пожар пересек границу Заречного. Подразумеваем, что пожар к нам пришел с 727-828-го километра железной дороги. То есть по прибытии первого подразделения сильное задымление, огонь открытым пламенем на площади около 200 квадратных метров подходил уже к границе города Заречного. В тушении пожара задействовали 5 единиц спецтехники и более 20 человек личного состава. Пожарные обеспечили подачу воды и тушение основных очагов возгорания. Им на помощь пришли и другие городские службы, сотрудники комбината благоустройства и управления гражданской защиты. С основными очагами пожара удалось справиться достаточно быстро. Еще несколько часов ушло на борьбу с мелкими возгораниями. Мы сейчас будем вынуждены ставить пожарные машины на КСП и отсекать возможный огонь. Плюс сейчас прибывают бригады от наших основных муниципальных предприятий, чтобы то, что есть маленькие небольшие очищки, они их будут ликвидировать. Чтобы подобная ситуация не повторилась, руководством города принято решение о создании минерализованных полос за границей Заречного. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Борьба с огнем продолжалась и в понедельник. Отдельные очаги возгорания возникали как за территорией Заречного, так и в лесополосе в районе 58-го квартала. Распространению огня способствовал ветер, дующий со стороны основного очага пожара. На данный момент возгорания на территории города ликвидированы. Угрозы расположенным в этом районе постройкам нет. Дежурство подразделений пожарной охраны и сотрудников лесопожарных формирований в зоне ЧП продолжается. В Заречном завершился третий фестиваль-конкурс циркового искусства. Под цирковым шатром он собрал шесть любительских коллективов и сотни зрителей. В последний день в фестивале конкурса состоялся галоконцерт и награждение победителей, рассказывает Ксения Тризна. Шесть коллективов из Самары, Кушвы, Пензы и Заречного собрались под цирковым шатром. В Заречном в третий раз прошел всероссийский фестиваль-конкурс циркового искусства. Вы молодцы, ребята, все молодцы. Конкурсы есть конкурс, но нет побежденных, потому что то волшебное цирковое искусство, которым вы занимаетесь, это приносит радости вам, вашим родителям и окружающим. Спасибо вам за это. Я желаю вам здоровья, удачи, вашим родителям терпения и руководителям тоже. В третий и завершающий день фестиваля отметили самые яркие номера и лучших артистов. По признанию членов жюри конкурса сделать это было непросто. Наград были достойны многие. Организаторам пришлось даже придумывать дополнительные номинации. Около сорока номеров было на конкурсной основе. Номера очень сильные. Первые три категории пришлось сделать по заявкам непредполагаемое дипломанство. Наш город на фестивале представлял цирковой коллектив «Виктория». Зареченские артисты показали более десятка номеров. Шесть из них были удостоены наград. Номер со вручами «Змея» Валерии Рыбаковой был одним из сложнейших на фестивале. Выступить в этом жанре отважилась только воспитанница циркового коллектива «Заречного». Самое сложное, по словам девушки, справится с хореографической и пластической составляющей номера, а не с большим количеством обручей. Последние бочки набрасывают, ну по идее 14 вроде обручей. Как ты успеваешь с ними со всеми управляться? Ну, я стою и мне набрасывают, нужно только крутить их и пытаться, чтобы они не упали. И участники, и организаторы уверены, цирковой фестиваль в «Заречном» удался. Большой праздник циркового искусства планируют повторить через два года. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». 8 октября на сцене Дворца культуры «Современник» выступят артисты Пензенского областного драматического театра имени Луначарского. Труппа под руководством художественного руководителя театра Сергея Казакова представит зареченцам комедию в двух действиях «Смешные деньги». О предстоящих гастролях, необычной постановке и о том, почему худрук Пензенского драмтеатра стал персоной нон-грата на Украине, мы поговорим по окончании основного информационного блока. Смотрите интервью с заслуженным артистом России Сергеем Казаковым сразу после рекламы. А пока к другим новостям. Завершился первый этап Кубка России по баскетболу. Соревнования проходили в семи группах в разных городах страны. Физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной» и «Заречного» за выход в следующий тур боролись команды группы «Б-1». «Саранский Рускон Мордовия», «Строитель» из «Энгельса» и «Зареченский союз». Во всех матчах на трибунах наших баскетболистов вместе с болельщиками поддерживала Елена Степкина. Ей слово. В рамках первого этапа Кубка России по баскетболу «Зареченский союз» провел три игры. Соперниками наших баскетболистов были спортсмены «Саратова», «Саранска» и «Энгельса». «Союзовцы» начали соревнования с победы. В упорной борьбе выиграли у команды «Автодор-2» из «Саратова» 4 очка. Повторить успех в матче с «Энгельским строителем» «Зареченцам» не удалось. Игра сразу не пошла. В стартовом периоде «Союз» уступил со счетом 15-22. И дальше отрыв гостей только продолжал увеличиваться. Вторую четверть пропустили 30 очков. Это непозволительно. Мы не можем, у нас нет такого состава игроков, чтобы набирать в ответ столько же. Мы должны играть в защите, не давать столько очков. Финальные 10 минут начались при счете 74-44 в пользу «Строителя». Отыграть 30 очков за 10 минут невозможно. Но наши баскетболисты попытались. «Союзовцы» сократили отрыв до 19, но для того, чтобы сравнять счет, времени уже не хватило. В итоге поражение 71-90. Последним соперником «Зареченцев» на первом этапе Кубка России по баскетболу стал клуб «Рускон Мордовия» из Саранска. К этому матчу гости подошли с безупречным результатом, выиграв с большим отрывом две встречи. В первых минут противостояния клубов «Заречного» и «Саранска» стало ясно, что легко победить и в третьей игре не удастся. Стартовую 10-минутку выиграли «Зареченцы» 19-17. Во втором периоде гости взяли ход игры под свой контроль и вышли вперед 44-39. В третьей четверти «Рускон» увеличил отрыв до 9 очков и в финальный добавил к этому преимуществу еще 13. Но, как признались гости, после игры победить в матче было непросто. «Сегодня показательная игра, что мы вышли немножко расслаблены и сразу дали бой. В конце пришлось перебирать все ошибки, убирать их. Всегда для нас «Заречена» очень плохая команда в плане того, что мы постоянно хоть раз за историю Мордовии каждый раз в сезоне проигрываем». На первом этапе Кубка России «Союз» выиграл один из трех матчей. Этого оказалось недостаточно, чтобы пройти следующий тур. Сейчас наши баскетболисты готовятся к регулярному чемпионату России по баскетболу. Он стартует 12 октября. Первые две игры «Союз» проведет на выезде в Тамбове. А домашние матчи состоятся 20 и 21 октября. В физкультурно-оздравительном комплексе «Лесной» наши баскетболисты встретятся с игроками «Тульского арсенала». Болеем за наших! Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Продолжим после короткой рекламы. Не переключайтесь. Фонд жилья и ипотеки «Заречного» победитель конкурса «Предприятие года-2014» в номинации «Строительство» предлагает. Одно- и двухкомнатные квартиры эконом-класса на улице Торговой, а также просторные квартиры с высокими потолками в доме номер один на улице Конституции СССР. Все квартиры имеют индивидуальное газовое отопление и парковочное место под авто. Фонд жилья и ипотеки. Телефоны 611-812 и 611-814. ФЖИ. Надежность, стабильность, качество. Проектные декларации размещены на сайте www.zfgi.ru Поехали! Такси «Марсель» в Заречном. 655-655. Такси «Марсель» спешит к вам, преодолевая любые препятствия. Улетное такси. Прайм. Магазин электроники твоего города. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Занимайте деньги суммом 003. Скорая финансовая помощь. Это выгодные условия, низкие процентные ставки, льготы для пенсионеров, досрочное погашение и пересчет процентов 8 800 505 5003. Наш адрес в Заречном, улица Строителей, 11А. Бывший магазин «Рябинушка». Кошки-мышки он играет, Молоко из блюдца пьет, Никогда не унывает, Потому что это кот. Предложи ему задачу, Он решение найдет. Ловит он за хвост удачу, Потому что это кот. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях советский и российский актер театра, театральный менеджер, заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель Пензенского областного драматического театра имени Луначарского, Сергей Казаков. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Добрый вечер, здравствуйте. Сергей Владимирович, мы рады приветствовать вас. Вы впервые у нас здесь в студии, и повод у нас для этого достаточно интересный. То есть вы приезжаете и привозите сюда труппу 8 октября. Я привожу сюда спектакль. Спектакль – это совместный проект Пензенского драматического театра и товарищества актеров Сергея Казакова. Спектакль называется «Смешные деньги». По произведению Куни, Рэй Куни, как известно, комедиограф, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный и самый кассовый комедиограф 20 века. Поэтому мы, естественно, не могли обойтись без этого гениального человека. И привезли не менее гениальный спектакль, который называется «Смешные деньги». А уж само название в наше время – это просто актуально. И стоят билеты такие смешные деньги, что весь Заречный должен сидеть там просто на люстрах. Смотреть спектакль. Очень смешной и хороший спектакль. Именно так и будет, я в этом не сомневаюсь. И все-таки, прежде чем люди увидят этот спектакль, может быть, вы в нескольких словах расскажете о нем? Что это за постановка? Кто в ней участвует? И что это вообще за спектакль? Спектакль поставил я. И так получилось, что это моя первая постановка режиссерская. И так случилось, что просто случайно, наверное, мы этот спектакль повезли на Международный театральный фестиваль в Израиле театральный диверсисмент. И этот спектакль признан лучшим спектаклем сезона, как самая смешная комедия. Потому что если в Израиле это самая смешная комедия, то, понимаете, Израиль и Одесса, они по юмору похожи. То здесь это просто суперкомедия, на которой нужно обязательно, просто случаев такого не будет больше. Потому что очень хороший спектакль, заняты все звезды и Пенинского драматического театра, и молодые, и, так скажем, взрослые актеры. И я в этом спектакле играю тоже немаленькую роль. Поэтому приходите и не пожалеете. Сценография чья? Какие вы везете? Декорации свои или не свои? Или там будет все? Нет, декорации свои, естественно, декорации. Спектакль очень стильный. Он выстроен таким образом, что зритель сразу обволакивается, так сказать, этой атмосферой. И все персонажи настолько гротесковые, настолько яркие, что с первой минуты становится интересно. И самое главное, темп-ритм спектакля настолько скоростной, настолько мощный, что зритель просто не успевает даже соскучиться на этом спектакле. У вас первый опыт будет работы в Заречном на этой сценической площадке? Нет, мы же очень часто с Пенинским театром приезжаем в Заречный. И нас здесь любят и ценят Пенинский театр. Да и вообще у нас взаимный обмен, так сказать, такой творческой кровью, потому что Заречный тюз постоянно приезжает на сцену Пенинского драматического театра. Но и мы, и драмтеатр, и товарищество, а это, в принципе, одно и то же, по большому счету, потому что все силы Пенинского драматического театра во главе. Вот. Поэтому я думаю, что это такой взаимный обмен творческой крови, он будет продолжаться. Но, коли уж между нами есть ККП, то в плане творческом ККПП не должно существовать никаким образом. Сергей, скажите, пожалуйста, вы что хотите этим спектаклем сказать нам? Я имею в виду нам, зрителям. Этим спектаклем я хочу сказать одно. Ребята, давайте жить дружно, давайте любить друг друга, давайте думать о духовных вещах, потому что материальные ценности нас сами нагонят, развратят, так сказать, и погубят. А вот если мы будем думать о любви и уважении на друга, то нам ничего не страшно, даже санкции, под которые я попал на Украину. Каким образом? Прямым. То есть вы теперь не въездной на Украину? Не въездной на Украину, да. И все из-за смешных денег, между прочим. Из-за этого спектакля? Ну, конечно, не только из-за этого спектакля, но из-за того, что мы ведем переговоры с Крымским драматическим театром о поездке туда, а как-то информация, а мы первые, наш пьянинский театр, первый, кто привез сюда Крымский драматический театр на гастоле в России уже, как российский театр. И поэтому, так сказать, по всей мере, проследили наши творческие связи, наградили меня санкциями. Так что все из-за смешных денег. Вас это каким-то образом задевает? Нет, это никаким образом не задевает. Абсолютно. Но это дает определенный пиар и мне, и театру, и товарищству, и нашему спектаклю. Потому что, ну уж, прийти и посмотреть на человека, который под украинскими санкциями, это как, знаете, это как дополнительное, так сказать, дополнительное, я не знаю, там, звание, дополнительная какой-то, так сказать, например, награда для клоуна, да, понимаете? Это же клоунское, на самом деле, так сказать, это по большому счету клоунское звание невъездной на Украину, да, ну, смешнее не придумаешь. Ну что ж, будем тогда надеяться, что мы все вместе посмеемся над этой постановкой здесь, на сцене Дворца культуры «Современник», 8 числа. В 18.30, и еще, нужно сказать, 16 плюс. Большое спасибо за участие в нашей программе, всего вам самого доброго, и тогда уже до встречи на премьере в ДК «Современник». Да, пока. Спасибо. Пока. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами, и вам всего доброго, и до встречи на канале «Заречный». Спонсор прогноза погоды компания «Ремстрой». Компания «Ремстрой». Один из лидеров по производству и установке высококачественных пластиковых окон. «Ремстрой» входит в 100 лучших товаров России и награжден золотой медалью за качество. Производство и установка пластиковых окон, натяжных потолков, стальных и межкомнатных дверей, горизонтальных и вертикальных жалюзей, а также продажа и установка кондиционеров. Все это компания «Ремстрой». Ремстрой Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова